Судья зачитывал приговор почти 11 часов с небольшими перерывами. Суд установил, что Пушкарёв воспользовался своим служебным положением и получил денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере. Он обвинён также в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Пушкарёва к 8 годам условно с испытательным сроком в 5 лет и штрафом в полмиллиарда рублей. Он был освобождён от домашнего ареста в зале суда. Андрея Лушникова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Адвокат Игоря Пушкарёва Константин Третьяков заявил, что приговор, который вынес Тверской суд Москвы, будет обжалован. Вину не признал ни один из трёх фигурантов. Адвокаты неоднократно приводили факты надуманности обвинений. Я вынужден констатировать, что наша судебная система, к сожалению, по моему глубокому убеждению, находится в состоянии, так скажем, полного имитационного существования. Потому что то, что мы сегодня услышали, к сожалению, нас очень расстроило. Расстроило не просто как людей, а как юристов. Потому что та квалификация, которая была постановлена в приговоре и всё остальное, по моему мнению, оно расходится с фактическими обстоятельствами, которые были установлены по делу. Действительно были установлены по делу. Вопрос обжаловании, разумеется, приговор будет обжалован. В ближайшее время мы подадим все необходимые жалобы. Владивостокцы ещё не отошли от шока жестокого приговора, а Игорь Пушкарёв уже опубликовал первый после приговора пост в соцсетях. Он пишет. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто пришёл и приехал меня поддержать, сначала на несостоявшееся заседание 2 апреля, а затем и 9 апреля, а также всех, кто поддерживает меня онлайн. Для меня и моей семьи это очень важно. Ещё когда изменили территориальную подсудность и передали дело в Тверской суд, мне стало ясно, это сделано для того, чтобы меня случайно не оправдали. Я такого приговора не ожидал, потому что взятки нет, злоупотребления нет, ущерба нет. У меня сложилось впечатление, что изначально приговор был другим, но когда об этом узнали товарищи Волки, судье пришлось срочно его переписывать, чтобы он не отличался от обвинительного заключения. Этим объясняются переносы дат оглашения приговора и наличие массы противоречий между мотивировкой и сделанными выводами. Многие думают, что с ними такие метаморфозы никогда не произойдут. По ком звонит колокол, ответ известен. В своем последнем слове Игорь Пушкарев связал свое заключение под стражу 1 июня 2016 года с конфликтом между ним и экс-губернатором Миклушевским и написал, что даже критики в шоке от запрошенного гособвинением срока. И был прав. Большинство информационных агентств Приморья, Риа Владнюс, Приморья 24, Прима Медиа опубликовали опросы и стало понятно, что жители Приморья хотят, чтобы экс-мэра Владивостока выпустили на свободу. За версию, что Игоря Пушкарева признают невиновным или дадут условный срок, на сайте Приморья 24 проголосовали 526 человек, на Прима Медиа 965 человек. Две трети участников опроса сайта Вести Приморья на тему «Ваше мнение о приговоре Игорю Пушкареву» считают, что экс-мэр получил чересчур жесткое наказание. Почему же у большей части жителей Владивостока такое стойкое ощущение несправедливости приговора? Не удивлен, но расстроен. «Рушится вера в торжество правосудия», прокомментировал на своей странице в Facebook председатель комитета ЗАГС Собрания Приморья по регламенту и депутатской этике депутат Дмитрий Новиков. Главный редактор газеты «Золотой рок» пишет, «Экс-мэру Владивостока жестко отомстили за нежелание уступить свой бизнес. И главное, кто? Тот, кто должен по должности дальневосточный бизнес на руках носить». Вот цитаты из материала писателя, журналиста, военного историка Алексея Суконкина. Это уже даже не признак, ни контур, ни намек. Это конкретный и ясный для всех дальневосточников сигнал. Сидите там, вот и сидите, не вякайте. Политика ограбления национальной окраины в чистом виде. Бесит это постоянное неуемное желание задушить самостоятельность, естественным образом сформированную огромным удалением от центра и традиционными местными ценностями. Задушить любое проявление недовольства политикой, насаждаемой нам издалека, со всеми этими непонятными законодательными и финансовыми метаниями от правого руля до крабовых квот, от губительных торов до ликвидации льгот. Мы тут считаем, что дальневосточник – это звучит гордо. Возмущение приговором и поддержку семье Игоря Пушкарева высказывает также директор компании ДНС, Digital Store Дмитрий Алексеев, политологи Петр Ханас, Сергей Гребенюк, Павел Наливайко, юрист Галина Антонец, журналисты и главные редакторы Андрей Калачинский, Любовь Берчанская, Сергей Ланин, Ольга Кишаковская. Горожане тоже не стесняются в формулировках, оценивая приговор экс-мэру Приморской столицы. Я считаю, что это несправедливо. По крайней мере, он делал это либо не в своих собственных интересах, а в интересах города. Жалко прямо, если честно. Подробности, конечно, не знаем, как там все это происходило, и прав, не прав – это уже другой вопрос. Но в целом 15 лет – это очень много. И плюс там еще штраф, как я помню, там сколько-то там миллионов. 500 что-то миллионов. Да, 500 миллионов. Я думаю, что это довольно-таки строгий срок, и тем более, учитывая, что доказана его вина. Конечно, жасковато. Почему? Ну, не знаю. Жалковато мэра, конечно. Вышло. У процесса над Пушкаревыми есть еще одна сторона. Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев никогда не делал заявлений, что ему предлагали отдать заводы или ввести в состав акционеров людей из Москвы. Но о том, что такое предложение ему было сделано, активно говорят в бизнес-кругах. Все видят, что в регионе практически не осталось местного бизнеса. Он либо разорен, либо стал филиалом московских корпораций. И это сигнал для предпринимателей и инвесторов, которые создают здесь свои базисные отрасли. Именно таким основанием для дальневосточных строек является спасцемент, собранный Пушкаревыми по крупицам в годы разрухи. Теперь это передовое градообразующее предприятие. И оно продолжает работать на благо всего Дальнего Востока. Да, адвокаты Пушкарева будут добиваться справедливости и в ближайшее время приговор будет обжалован. Но как бы ни пошло дело, уважение горожан к Пушкареву уже не отнять. Стойкость Игоря Пушкарева и его приверженность к семейным ценностям убеждают все большее количество приморцев встать на его защиту. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.